На самом деле у нас сегодня получились доклады в одной такой теме о том, как, по сути, о том, как оказывать психологическую поддержку и себе, и своим пациентам, тем семянам, с которыми мы работаем. И продолжим мы как раз разговор об эффективных моделях взаимодействия в этой системе врач-пациент. Прежде чем, забыла сказать, прежде чем начну следующий доклад, очень хочется напомнить о том, что новый материал какой-то, особенно практический, считается, что обязательно нужно применить следующие 24 часа, иначе он забудется. Поэтому вот этот список с техниками самой помощи, которые ранее предложила Екатерина Владимировна, очень рекомендую попробовать все-таки в ближайшие 24 часа что-то для себя сделать и отметить, что работает, что вам подходит, и добавить в этот список какие-то наиболее рабочие для вас техники для того, чтобы это не потерялось, не затерялось, и вы могли этим пользоваться дальше. Итак, про модели взаимодействия. Сложности у нас возникают, конечно, в основном, когда мы говорим о какой-то стрессовой ситуации. В этот момент есть некоторая уязвимость одной или другой стороны. Да, то есть если мы говорим, что в коммуникации участвует врач и, например, родитель ребенка в семье, который получает палеотивную помощь. Это, конечно, будет стресс. То есть это какой-то, может быть, список событий, которые влияют на семью, влияют на участников коммуникации. И на самом деле стресс – это нормальная реакция на те ненормальные обстоятельства, которые нас окружают. Сейчас особенно актуально, потому что, по сути, мы сейчас все находимся в стрессовой обстановке, в измененных обстоятельствах с учетом пандемии. И многие из нас находятся уже в состоянии хронического стресса. И, конечно, из этого состояния устраивать коммуникацию очень непросто. Вот под воздействием таких стрессовных факторов мы можем сталкиваться с различными реакциями. Это могут быть реакции страха, паники, тревога, которая, в принципе, может быть нормативной тревогой. Особенно, когда мы говорим про, например, болеющего ребенка или про умирающих пациентов. Конечно, будет тревога. Но иногда она достигает уже градуса непереносимой и очень сильно будет влиять на общение, на коммуникацию, провоцировать в том числе агрессию, гнев, конфликты. Это все может нарастать под реакциями и под состоянием стресса. Мы можем сталкиваться с чувством вины, с аутоагрессией. Агрессия может направлена быть на других людей, на участников коммуникации, либо на самого себя. Шоковое состояние, то, о чем мы уже сегодня с вами говорили, отрицание реальности, когда собеседник как будто бы не понимает объективную ситуацию, отказывается ее воспринимать. Сколько бы мы не пытались ввести в курс дела, познакомиться с какими-то новыми обстоятельствами, происходит полное отрицание реальности. Нет, это не со мной, этого не может быть. И ощущение собственной беспомощности сегодня тоже не один раз про это мы говорили, оно будет часто присутствовать. Все это возникает в основном из-за того, что происходит какое-то событие, которое значительно изменяет нашу привычную картину мира. Из-за того, что появляется большой процент неопределенности и неизвестности. То есть нам и так тяжело справляться, но теперь вообще непонятно как. Например, только мы выстроили какую-то схему лечения, привыкли к какому-то определенному графику медицинских манипуляций, сейчас полнейшая неопределенность. Как теперь мы будем с этим справляться, что нам теперь делать. И, конечно, небезопасность и отсутствие контроля. Если я не могу защитить своего ребенка от болезни и от смерти, то что вообще в этой жизни я могу контролировать. И, конечно, это ощущение небезопасности, потому что есть большой процент происходящего, который мы никак не контролируем. И здесь представлены инструменты, которые вы можете использовать в коммуникации. Помимо слов, о которых сегодня мы довольно много говорили. О том, какие слова можно говорить, какие будут звучать как поддержка, какие лучше избегать. И они могут где-то обесценить ваши реакции и реакции родителей. Но на самом деле слова составляют только небольшой процент информации, которую наш собеседник слышит и распознает. Гораздо больший процент составляют невербальные сигналы, которые мы подаем. Это наша минка, наши интонации, это наше тело, те жесты, которые мы используем, та поза, которую мы принимаем при коммуникации. Возможно, это использование прикосновений, где-то объятий, где это уместно. И те паузы и то молчание, которое мы создаем в общении. Иногда паузы и молчание являются самым емким инструментом коммуникации. Паузы и молчание создают некий особый доверительный контакт. И возникает ощущение, что вот здесь есть пространство, в котором я могу безопасно молчать. Либо есть пауза, которую я могу заполнять с собой, со своими вопросами, потребностями, пожеланиями, реакциями и так далее. Это как бы такое, с одной стороны, понимание специалиста, а с другой стороны, приглашение. Как раз к дальнейшему разговору, я тебя слышу, я здесь для тебя. Если говорить более подробно про вербальные контакты, располагающие к доверительной коммуникации, к эффективной коммуникации. Это отчетливое приветствие, приглашение к разговору, обращение к человеку по имени. У нас очень часто распространено обращение к пациентам по диагнозу или по фамилии. По фамилии детей уже на уровне школы приучают общаться, когда учителя обращаются к ребенку по фамилии. Но на самом деле обращение по имени, это очень сближает, это очень настраивает на доверительный контакт. Сегодня тоже уже говорили с вами про зрительный контакт, находиться на одном визуальном уровне с собеседником. То есть предложить присесть, если вы сами сидите, либо присаживаться, например, рядом с кроватью своего собеседника, чтобы находиться примерно на одном уровне. И, конечно, те самые выражения сочувствия, нам это делать не всегда легко, не всегда мы чувствуем себя уверенно выражая сочувствие, как будто бы обнажаем собственные чувства, не всегда нам легко выражать эмпатию. Тем не менее, есть исследования, которые доказывают, что даже формальное выражение сочувствия положительно влияет на эффективность коммуникации. Беседа на языке пациента, без использования сложных терминологий или сложно сконструированных фраз, больших. То есть так, чтобы человеку было понятно все то, что вы говорите. И, конечно, активное слушание. Сегодня у нас даже с вами были примеры открытых вопросов. Что для вас самое сложное? Те невербальные сигналы, которые мы подаем, это поворот, да, немного, небольшой как бы наклон тела в сторону нашего собеседника. Это возможность разговаривать с открытой позой, то есть руки не сложены на груди, да, и не спрятаны где-то сзади. А я здесь для вас, вот моя поза открыта, я готов вас слушать и разговаривать. И, конечно, отсутствие каких-то отвлекающих факторов, то есть желательно какую-то серьезную коммуникацию, серьезные разговоры проводить не в коридоре, да, и не отвлекаясь на телефон или других пациентов. Вообще, в целом, очень много факторов, которые могут влиять на переживания наших пациентов и их поведение. И часто мы на них не влияем. Мы не знаем, какой сейчас актуальный ресурс, насколько сильно изменилась картина мира у пациентов, да, у семьи. Может быть, они уже что-то знали про ситуацию, да, или как-то успели подготовиться, проработать это, или это вообще для них неожиданность. Мы этого не знаем. Но есть, скажем так, аспекты, на которые мы повлиять можем. И они тоже влияют на то, как пациент перенесет ту или иную ситуацию. Это то, насколько мы можем поддержать пациента в этой тяжелой ситуации. Насколько мы можем позаботиться о времени и месте общения. И то, каким образом, какой мы выберем способ подачи информации. Вот это то, на что мы повлиять можем. То, о чем мы можем позаботиться для того, чтобы пациент максимально бережно пережил какую-то тяжелую ситуацию. И в целом, да, вот если мы говорим про потребность пациента, знаменитая пирамида масла, которая собирается из нескольких уровней потребностей, учитывает разные-разные уровни потребностей. Когда мы говорим о лечении, да, получении длительного лечения, обстановке тяжелого диагноза, либо о маните ухода из жизни и смерти, конечно, это будет все про базовый уровень, уровень безопасности. И здесь все, что мы можем обеспечить для семьи на уровне этой безопасности, все будет иметь особый смысл для наших пациентов. Это обеспечить наибольшую информацию о диагнозе, прогнозе, о тех манипуляциях, которые предстоят ребенку или пациенту. Это четкое соблюдение каких-то наших договоренностей, сроков. Это преемственность между специалистами или между учреждениями. Это предсказуемость тех событий, которые будут окружать нашего пациента. Здесь еще раз проговорим, да, что важно услышать пациенту. Какие-то вещи мы уже с вами сегодня проговаривали, но еще раз повторюсь, что очень важно проговаривать, что нет случившейся вины, да, то есть купирование чувства вины. Это очень-очень важно, это то, что пациент поддерживает в тяжелых ситуациях, что вы рядом, что вы видите, что им действительно может быть тяжело, да, и вы с ними рядом в этой ситуации и окажете всю возможную помощь. И очень важно хвалить за любую мелочь, хвалить за те моменты, с которыми ваши теми справляются, потому что им приходится действительно справляться много-много с чем, да, и с какими-то внутренними процессами, внутренними переживаниями. И это требует очень большого физического ресурса, психо-национального. И здесь иногда любая похвала может иметь большое значение воодушевлять и придавать силу. И помимо вот этого всего, что еще может помочь в работе с родителями, это непосредственно пошаговое планирование, это отработка каких-то конкретных страхов. То есть можно прям проговорить, что для вас сейчас самое страшное. И родители могут сказать какие-то вещи, которые для них представляют наибольшую, в большей степени их тревожат. Как правило, это касается тех моментов, о которых им меньше всего известно. То есть самые, скажем так, неизведанные, самые дефицитные по информации моменты будут вызывать больше страхов и тревоги, иногда проговорив просто о том, как будет происходить то или иное событие, можно этот страх снизить. Например, момент умирания ребенка. Это бывает страшно. И иногда проговорив, как это может проявляться, как это может внешне проявляться, что этот момент ребенок может чувствовать и как действовать. Может быть, составить какой-то список экстренных мер, что можно заранее предусмотреть. То есть проговорив это все, можно заметно облегчить переживания родителей, снизить их тревогу и сделать их реальность более предсказуемой. Можно сконцентрироваться на том, что в их жизни остается сохранным. Например, осталась доступна возможность гулять с ребенком или навещать его в медучреждении. И на это тоже можно сконцентрировать внимание, что да, сейчас очень много в вашей жизни изменилось. Но вот этот момент остался неизменным. И это та опора в их новой реальности, на которую они могут опираться и как-то выстраивать свой новый день. Проговорить о том и вообще проинформировать о том, на какую помощь они могут рассчитывать. И психологическую, и медицинскую, и возможно есть какие-то организации, которые помогают финансово и так далее. То есть все возможности привлечения ресурсов обязательно родителей поинформировать. И вообще обсудить, какие ресурсы есть. Иногда, например, мама может не видеть каких-то возможностей, да, и не задумываться об этом. Есть ли кто-то, кто может вас отпустить, например, в магазин, да, и потом оказывается, что да, есть там какая-нибудь соседка, которая готова присмотреться о ребенка. Да, но мама об этом просто не задумывалась и, например, не позволяла себе попросить об этой помощи, об этой поддержке. Таким образом можно помочь, да, обратить на это внимание. Вообще выстраивая коммуникацию, очень эффективно держать в голове такой вопрос. А какого эффекта я хочу достичь той или иной фразы? Да, это такой универсальный вопрос, который позволяет иногда переформулировать какой-то вопрос по-другому, да. Или я хочу на самом деле выразить поддержку, а выражаю какое-то некое обесценивание, да, и тогда, а на самом деле я хочу поддержать. И вот концентрируясь на этом вопросе, очень важно, да, простраивать беседу немножко наперед. Также очень важно учитывать эмоции вообще. Наши эмоции, как правило, растут, то есть они не возникают одномоментно, да, что вот я сейчас разговариваю-разговариваю, потом попу, я очень сильно гневаюсь. На самом деле этот гнев изникает постепенно и начинается с каких-то небольших градусов, выражается в виде, например, раздражения или желания закончить разговор, да, или некого дискомфорта, может быть, тревоги, да. А потом в дальнейшем растет, растет, видоизменяется и превращается уже в ярко выраженный гнев или в агрессию, с которой уже сложно собладать. И вот чем больше мы познаем вот такой большой спектр эмоций, которые сопровождают нас в жизни, тем больше мы ориентируемся вот на этой шкале эмоций. Если я могу отлавливать свой гнев еще на уровне дискомфорта, да, и, например, некого раздражения, то я скорее с ним справлюсь и не допущу, да, до того, чтобы он достиг уже какого-то там градуса аффекта, да, с которым уже сложно собладать. И то же самое про наших собеседников. То есть, чем больше мы понимаем про себя, тем больше мы можем понять наших собеседников. И здесь вот в такой табличке написаны наверху базовые наши эмоции, которые в себя включают много-много-много различных, ну, скажем так, эмоциональных проявлений, да. И мы можем распознавать, что на самом деле, да, сейчас наш пациент грустит и под этим может, это может выражаться в очень-очень разных проявлениях и за этим может стоять много-много других эмоций. Если мы говорим про тяжелую ситуацию конфликта, да, не всегда вообще конфликт это ссора, да, иногда конфликт это просто конфликт интересов, в котором нужно найти какой-то консенсус. Если говорим в целом про конфликт, то наиболее эффективно подходить к конфликту, контролируя собственные эмоции, давать возможность выговориться своему собеседнику, да, и выслушивать его, и прояснять ситуацию, проявлять интерес к его проблеме. Как правило, в ситуации конфликта звучит какая-то потребность пациента, которая не удовлетворена. Вот очень важно понять, какую же потребность на самом деле человек просит помощи, да, или просит удовлетворить. Иногда важно проспрашивать, потому что выражается это в одних словах, а кроется за этим совсем другая потребность. Иногда сыпется целый град из претензий, когда вы начинаете распутывать этот клубок, оказывается, что с человеком просто не поговорили или не объяснили что-то, да, или не научили, например, что-то делать, и сейчас это превратилось вот в целый ряд претензий и в такой большой тяжелый конфликт. На самом деле может это скрываться за этим какая-то одна очень простая потребность, которую довольно несложно закрыть. Полезно ссылаться на какие-то правила и нормативы, особенно если наш собеседник ведет себя агрессивно, да, и нужно выстроить эти границы, нужно защитить себя в ситуации конфликта. Можно частично соглашаться с пациентом, что да, я понимаю, вам уделили недостаточно времени. И вместе с тем каким-то образом выявлять тоже спокойно, без лишних эмоций, ту позицию, которая важна вам. И в этом смысле важно соблюдать оптимальную дистанцию, не, скажем так, если вы идете полностью на уступки в этой ситуации, да, это ведет к тому, что не удовлетворяются в ситуации конфликта ваши потребности, да, или те требования, в рамках которых вы действуете. И здесь представлены схемы из пяти способов коммуникации, способов взаимодействия в конфликтной ситуации. У каждой из них есть свои особенности, свои, скажем так, плюсы и минусы. Если мы говорим про стратегию игнорирования, когда оба участника конфликта делают, предпочитают игнорировать конфликт, его не замечают, ну, невольно-то и хотели. Здесь плюсом является то, что не тратится энергия, то есть самого вот этого острого конфликта как бы не возникает, да. Но проблема в том, что проблема не решается, то есть по факту мы просто сейчас делаем вид, что этого нет. Эта стратегия подходит в тот момент, когда нет времени, нет сил действительно, да, разбирать проблему, решать проблему. И это как бы, ну, такая временная пауза, так скажем. Да, то есть минус здесь в том, что на самом деле проблема не решится и всплывет в следующий раз. Соперничество – это стратегия, при которой одна сторона хочет полностью удовлетворить свои потребности, да, а вторая полностью проигрывает. И, ну, здесь, конечно, мы не можем говорить о том, что при такой стратегии конфликт решится как-то эффективно, да, как-то оптимально. Приспособление – это когда вы свои интересы ставите как бы в угоду, да, интересы к другой стороне. То есть здесь вы подстраиваетесь под те требования, которые вам другая сторона предъявляет и таким образом решаете конфликт. Но здесь тоже есть свои подводные камни, если мы очень часто так идем на уступки, да, скажем так, то очень сложно потом будет выстроить свои границы и действовать в рамках тех требований, которые предъявляются и тех правил, да, которые установлены у вас. И сотрудничество, как одна из, ну, вернее, это, наверное, самый эффективный способ решения конфликтов, когда обе стороны находят оптимальное решение, которое станет подходящим для обеих сторон. Единственный минус вот этой формы, этой стратегии решения конфликта в том, что она очень сложная, да, это очень энергозатратная, это нужно действительно иметь время, ресурс на это и желание. То есть сотрудничество возможно только в том случае, когда обе стороны в нем заинтересованы. И, конечно, если мы говорим про пациентов, про семью, которые находятся не в ресурсе, которые нужны решения здесь и сейчас, которые не готовы выходить на это сотрудничество и не понимают, не хотят, да, сотрудничать, то вы не сможете выстроить сотрудничество, да, действуя только вот от себя, от своей стороны. И также есть еще форма компромисса, когда обе стороны идут на какие-то уступки и достигают какого-то результата вне полной мере. То есть здесь выигрыша является в том, что внешняя ситуация разрешена, да, но на самом деле есть какой-то определенный процент, чем мы все-таки остаемся недовольны. И ситуация разрешилась совсем, не совсем так, как нам бы хотелось. Вот эти все формы, на самом деле, очень хочется сказать, что сотрудничество самое классное, самое эффективное, но она действительно не всегда возможна. И иногда мы можем действительно проигнорировать конфликт, да, сделать вид, что нам неважно настоять, да, на каком-то решении, неважно достичь результата, просто для того, чтобы этот конфликт не состоялся. Такое тоже бывает, и это тоже бывает верным решением, да, то есть здесь скорее важна гибкость в принятии таких решений. И что очень важно, в отношениях врача и пациента часто встречается некий перекос ответственности. То есть пациент может говорить, что я никому не верю, у меня есть плохой опыт общения с врачами, да, меня уже подвели или не спасли, или неправильно полечили, и я теперь буду все решения принимать сам, да, и берет вот все куски этого пирога на себя и считает, что только он может принимать правильные решения, только он ответственен за все. Ну и здесь очень сложно с этой ответственностью справляться, и сложно с такими пациентами выстраивать коммуникацию, сложно с ними сотрудничать, да, и это люди, которые говорят о том, что они очень плохо себя чувствуют, они никому не доверяют, да, они не могут найти компетентных врачей, никто ничего не знает, да, знаю только я, только я один ответственный. Есть пациенты, которые считают, что за исход лечения ответственен только врачам, и с такими тоже довольно сложно выстраивать общение и простраивать с ними какое-то взаимодействие, потому что вся ответственность сложится на врача, и есть некое ощущение такое, вернее, восприятие врача как бога, который обязательно починит, обязательно вылечит, и если вдруг, да, происходит какой-то неблагоприятный исход, происходит крах такой, и, ну, много, может быть, агрессии, обвинений у пациента. А правда состоит в том, что есть некие три куска, да, три объекта, которые несут ответственность за исход. Это и врач, который назначает лечение, диагностику, какие-то манипуляции, да, делает назначение. Это пациент, который отвечает за исходы своей компонентностью, своей приверженности к лечению, своим образом жизни, образом мысли, своим национальным состоянием и вообще своим сотрудничеством с врачом. И есть некий третий компонент, который сложно охарактеризовать одним словом, но тем не менее, да, это то, что влияет на нашу жизнь, на исходы лечения, и никто из нас этого не контролирует, да, то есть могут быть два пациента с одним и тем же диагнозом, с похожими анамнезами, но один проживет два дня, другой проживет два месяца или два года, да, и лечение может быть одинаковое, но мы никогда не знаем, как будет на самом деле. И вот этот третий компонент, с ним очень сложно справляться, потому что это то, что мы не контролируем, и то, в чем нельзя никого обвинить. Но тем не менее, очень важно понимать, что он присутствует в том или ином пациенте, он есть, и мы ничего с ним не можем сделать. И иногда все, что мы можем дать нашим семьям, нашим пациентам, это то время, которое им отведено, быть с нами и быть вместе, и мы можем заботиться об этом времени, можем делать его максимально комфортно и давать те выборы, которые мы можем давать, возвращать часть авторского в их жизнь. Никто из них не выбирал оказаться в этой точке, да, никто из них не выбирал оказаться в этой ситуации. Но те выборы, которые мы им даем, они бывают очень важны, и они составляют часть их жизни сейчас. Если мы хоть что-то можем им дать выбрать, да, это очень обязательно, это очень эффективно бывает, да, для выстраивания совместного, совместной коммуникации и вообще взаимоотношений. И я заканчиваю. Буквально пару слов скажу о психологической службе фонда. То есть на данный момент более 7 тысяч получили поддержку. Более 7 тысяч человек получили поддержку. Из них 52 врача. И сейчас также вы можете тоже обращаться за психологической поддержкой фонда и получать ее, в том числе, в онлайн формате. Я заканчиваю. Сегодня у нас получилась такая серия докладов про психологический аспект, о том, как мы можем поддерживать семью, о том, как мы можем выстраивать коммуникацию с ними наиболее эффективно. И что очень важно, о том, как мы можем поддерживать себя. Сейчас очень непростое время. И я надеюсь, что та информация, которая сегодня озвучала, из нее вы найдете что-то, что подходит именно вам. И сможете это использовать в своей ежедневной практике. Продолжение следует...